Покрытие на Зийской от артиллерийской до батарейной сухим не бывает практически никогда. Ежедневно там хозяйничает поливочная машина. Дорога хоть и грунтовая, делится директор дома ветеран Марина Штыкун, но пыли не поднимает. Еще год назад здесь и дышать было нечем, и проехать невозможно. Дорога была разрытая вся, сейчас она ровная, сейчас ее поливают постоянно минимум два раза в день. То есть, естественно, уже и ходить всегда чисто сейчас стало. То есть, изменения большие. В этом году у нас планы. Мы заканчиваем участок улицы Зийской от артиллерийской до улицы Батарейной. Здесь в комплексе все дело вместе с водоотведением. О том, что ходить и ездить в районе станет еще комфортнее, накануне доложили губернатору области. На встречу пригласили и местных жителей. Последних ожидало приятное известие от администрации города. По просьбам жителей, которые обращались уже на протяжении более пяти лет, решить вопрос водоотведения в районе переулка Серышевской и улицы Загородной. Поэтому принято решение в этом году обустроить ливневую канализацию по улице Загородной от улицы Горького до улицы Зайская. Отремонтируют дорогу и по Батарейной от Зийской до Ленина. А по Артиллерийской от Горького до Ленина появится тротуар. На перекрестке Амурской и Артиллерийской поставят светофор. В прошлом году там создали искусственные неровности, но они не уменьшили количество аварий. Провести ремонт планируют с мая по сентябрь. Губернатор план работ одобрил. Планы комплексные должны быть на три года, на пять, согласованные с людьми. Почему? Потому что сегодня сделали, допустим, хорошее дорожное полотно, вот отводную канаву, ливневку сделали, а потом уже асфальт положили. А не так, что начинается пласть асфальтом, не решили вопрос с коммуникациями, ливневку не сделали, дорогу через три года четыре смыло. И в итоге деньги тратятся на одно и то же место нерационально и неправильно. В этом году в Благовещенске отремонтируют 18 километров дорог, включая уличное освещение и тротуары. На это потратят 358 миллионов рублей. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город».